Алена Ласкутова, журнал «Экспертурал». Скажите, не считаете ли вы, что заслуга популярности «Эхо» не столько в профессионализме журналистов, сколько в благодатной информационной почве, которую там щедро наши политики, общественники, оппозиции удобряют? Есть ли в процентном соотношении журналисты и собственная информационная повестка российская? Второй вопрос не понял, Алена, извините. Это уточнение. А, начальник, понял. Хорошо. Ну, давайте попробую ответить. Ну, конечно же, и то, и другое можно без хлеба, как говорил Луни-Пух. Но я могу сказать, что «Эхо» как бренд существовала до прихода Владимира Путина 10 лет. Была вполне себе успешным брендом. Не таким, как сейчас, потому что рядом существовало НТВ, старое, великое, настоящее телевидение. Существовали замечательные газеты и журналы. И, конечно, на их фоне мы были весьма экзотическим, красивым, но деревом, небольшим таким, кустом. Когда вокруг все оно вырублено, сгорело, там, утонуло, то мы уже как исполнены. Это правда. Но мы-то остались ровно потому, что мы работаем профессионально. А вот профессионализмом, я имею в виду, в том числе и не участие в информационных войнах и политических компаниях. Просто каждый человек, который приходит на «Эхо», начинает работу, ему в курилке дедовщина объясняют, что на «Эхе» нельзя, что можно, а все остальное. А вот на «Эхе» нельзя. Это профессионализм. Это вход в понятие профессионализм. Я вам могу сказать, что все-таки, согласитесь, когда вам звонит пресс-секретарь французского президента и говорит, что он только вам даст интервью, это вряд ли конфронтация с Путиным. Это их вторая встреча, ему нужно с Путиным хорошо. Но это качество журналистики. Они же изучают этот вопрос. Они же смотрят, кому дать интервью. Не второму каналу, не первому каналу. Им не охват нужен, качество нужно. И нам это приятно, я не скрою. Мы можем себе позволить лишнее. Ну, например, приезжал господин Бороза, глава Евросоюза. Тоже захотел, он захотел, интервью на «Эхо» Москве, так же, как «Алан». Да, пожалуйста. У меня в 8 утра вставать, это, конечно, застрелиться. Но, ну, все-таки глава Еврокомиссии. Понимаете, да? И дальше нам говорят, ну, хорошо, он к вам придет, все отлично. До встречи с Путиным, до переговоров. Только не задавайте вопрос о Кипре. Что сказал «Эхо» Москве? До свидания, господин Борозов. Мы про ваших собачек спрашивать не будем. Нам интересен Кипр, с которым приедут. До свидания. И мы не взяли интервью. И когда была совместная пресс-конференция «Бороза и Медведева», я позвонил пресс-секретарю премьера Натальи Тимарковой, сказал, Наташа, дай вопрос моему парню. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Она говорит, зачем? Я говорю, ну, пожалуйста. Потому что нам нужно было ответить Борозу. И когда она дала первый вопрос «Эхо» Москве, моему парню, сказав при этом, ну, господин Бороза сегодня еще на эхе выступит, мой парень взял микрофон и сказал, «Вы знаете, Наталья Александровна, спасибо за вопрос, но, к сожалению, господин Бороза не выступит на эхе, потому что не хочет говорить про Кипр». А при всех, с переводом, Медведев на него, знаете, вот так, посмотрел. И поэтому, говорит мой парень, я вас прошу о европейской коррупции. Ой, о европейской бюрократии. В общем, Борозов, вы можете посмотреть, мой парень его троллил. Просто троллил. Это профессионализм. Эхо Москвы может себе это позволить. Ты приехал зачем? Подумаешь себе Бороза. Ты сегодня Бороза, завтра не Бороза. А мы эхо Москвы. Мы не можем себе позволить мне задать этот вопрос. Мы будем выглядеть глупо. Мы не можем себе позволить выглядеть глупо. Вот когда я говорю о профессионализме, это не только в умении задавать вопросы, или там приглашать гостей, или делать репортаж, я имею в виду всю организацию, и это большой вес. Я могу вам сказать, что реально вся правящая верхушка либо слушает эхо, либо читает распечатки, потому что они мне впрямую говорят, что у нас высококачественный продукт для них, в том числе, для людей, принимающих решения. И тогда, когда надо будет убить эхо, они будут принимать это решение с учетом того, что они лишатся этого высококачественного продукта. Пожалуйста, закройте нашу лавочку, но помидоры будете есть гнилые где-нибудь, или будете искать их на стороне. Ну в этом смысл на самом деле. Именно создание продукта высококачественного и рекламная финансовая независимость является основой. А все остальное вы, конечно, правы. Когда рядом нет конкурентов, то, ну хорошо, но сейчас они есть. Сейчас есть телеканал ДОЧ, сейчас есть огромное число интернет-ресурсов. Всякие слоны, снобы, газета Ру, Лент, Ру, Нью-Сурком, которые нас просто делают по новостям. Поэтому я и сделал ставку не на новости, а на дискуссии, на мнения. Я не могу угнаться за лентой, газетой, Нью-Сурком, за РБК. Я не могу. Это просто невозможно. У меня столько журналистов с точки меры. Но я могу делать дайджест, агрегатор, и устраивать вокруг этого, что я умею делать лучше всего, я в смысле эха, да, в смысле эха, вот это тоже, профессиональности, понять вовремя, что по новостям мы начинаем уступать, и мы не можем выиграть никогда. Невозможно у интернет-ресурсов выиграть суммарно по новостям. Значит, нужно предлагать другой продукт, потому что иначе они будут открывать ленту в газете. Вот, собственно говоря, если вас так мой ответ удовлетворит, видите, все оказалось объемнее, чем 20,80%. Спасибо.